Диагональ, левое переднее колесо упадет в яму. Давай, 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 Сюда, все, упало, то есть сейчас что у нас получилось, если машина будет выезжать, то колесо будет упираться, будет какое-то препятствие. Сейчас пониженное, разблокированное. Давай, пробы, посмотрим. Заметили? Все, выезжай, давай на своей. Сейчас загоняем короткую, ни шагу влево, ни шагу вправо. Блокировок никаких нету, ну, стандартный, заводской, автомобиль. Так, ну что, загоняем короткую. Стоп, все, смотрите, упало. Ничего не подкапываем, ничего нет. Пониженная? Пониженная, да, разблокированный. Давай, пробы, поехали. Да, а то забрызгает грязью. Давай, посмотрим. Потихонечку. Давай, давай, давай. Опа, стоп, грязь. Грязь, 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 эти. Только, давай, пробуй еще. Поезжай. То есть упирается вот это только колесо, вот, видите. Давай, я блокирую раздатку. Смотрите, раздатку блокирует. Заблокировался. Док, покрути, крути, крути, посмотрю. Три колеса, задняя стоит. Ну, тогда вперед и вверх, назад выезжай, наверное. Отлично. Ну что, я думаю, не зря я, наверное, этой темой занялся, да? Три блокировки именно дифференциала повышенного трения. Вот производитель АВТ, как видите, работает. Я даже раздатку не блокировал. Все происходит, я думаю, произвольно и самостоятельно. То есть колесо на какой-то передней части или задней начинает буксовать. Раздатка это все видит, блокируется и передает по 50% на каждую осень. Это мое мнение, субъективное. Но и Евгений тоже, как бы, да, работает, выезжает легко. У меня выехало, как будто даже не буксанул, вы представляете? Ну что, дальнейшие тесты все покажут, как говорится. Жду от вас подписку, обязательно подписывайтесь, ждите. Видео будет интереснее дальше. Обязательно лайк поставьте, напишите комментарий. И поделитесь этим видео, кому интересно, тему Нивы. Все, давайте пока, жду от вас подписку, ребята.